Закон Арксинуса для времени пребывания. Дело в том, что вообще законов Арксинуса много. Один из них мы уже в прошлый раз доказали. Это был закон Арксинуса для времени последнего попадания на ось в Арксис. Напоминаю, что звучало в следующем области. То есть, если нас интересует вероятность того, что при совершении 2N шагов вы как-то ходили-ходили и в последний раз попали на ось в Арксис в момент 2К. То вероятность вот такого маршрута, что у2КТ равняется нулю, а при этом у2К плюс первое не равняется нулю, и так далее, и так далее, у2Н не равняется нулю, Так вот, мы тогда выяснили, что вероятность этого, это есть у2КТ умножить на у2Н минус 2КТ. Это, собственно, очень легко, потому что вероятность того, что на 2КТ в шаге вы окажетесь здесь в точности вот такая, а вероятность того, что вы дальше никогда не попадете в ноль, Но это, у нас там было специально для этого подтверждение, бремясь в том, что ровно такое же выражение выполняется, если нас интересует следующая задача. вероятность того, что вы ровно на 2КТ находитесь выше оси Арксис. Давайте мы быстро просто посмотрим конкретный пример, посмотрим, вообще так это или нет. Для этого, наверное, имеет смысл рассмотреть не слишком большое число, n равняется 2, потому что для двух все картинки легко нарисовать. Вот эта вот одна, хотя стоп, все картинки легко нарисовать, их вообще 16 штук, не буду я их рисовать. Но согласитесь, что если вы захотите меня проверить, то это не трудно, я нарисую для единицы. Для единицы это все-таки быстро. Согласны ли вы, что все четыре пути они такие? Да или нет? Да, отлично. Теперь, скажите, пожалуйста, сколько отрезков над осью Арксис здесь? Два. Два, конечно. Сколько отрезков здесь? Два. Сколько здесь? Ноль. Сколько здесь? Ноль. Отлично. Теперь, чему равна вероятность того, что два отрезка над осью Арксис? Чему равна вероятность того, что два отрезка под осью Арксис? Тоже две четвертых. То есть здесь ситуация совсем очевидная, правда? Отлично. Что у нас по формуле? То есть если r равно единице, то у нас по формуле получается такая штука. u2k умножить на u2-2k. Если у нас, значит, 2k равняется 2, то есть два отрезка над осью, то у нас получается u2 умножить на u0. Если наоборот, то u0 умножить на u2. Так ура, ребята! u0 это что? Единица. А u2 это как раз одна вторая. Согласны? Совпало. Совпало. Я страшно доволен. Если честно, я уже готов 16 рисовать. А вообще, конечно, это утверждение надо доказывать по эмоции. Согласны? Пусть для n равного единице мы все доказали. Давайте посмотрим, как переходить к следующему n. Вот нас с вами интересует количество всех путей какой длины? Длины 2n плюс 2, да? Пусть для n все знают. Нас интересует количество путей длины 2n плюс 2. При этом у них должно быть 2k отрезочков выше оси абстриц. Замечательно. Давайте посмотрим, как такой путь, в принципе, может начинаться. Но вообще-то он может начинаться или вверх, или... Пусть он... Так, для числа k мы при этом знаем ограничение, что k у нас не меньше нуля и не больше, чем n плюс 1. Отлично. Так вот, наш путь может, в принципе, начаться, походить, походить, походить и попасть. Давайте нарисуем. Пусть он как-то у нас начался, я не знаю, как начался, и в какой-то момент оказался на оси абстриц. Это некоторое четное количество отрезочков. Давайте его обозначим 2r. Понятно, что число r может меняться от единицы до самое большее k. Потому что если мы здесь уже сделаем слишком много ходов, то сделать, то будет уже ничего невозможно сделать. Отлично. Теперь считаем, что у нас есть. У нас есть всевозможные пути, которые выходят из начала координат, и в первый раз момент 2r оказываются на оси. У нас было для этого обозначение. Помните, было f2rt, да? Значит, надо взять вероятность f2rt, соответственно, количество таких путей, это будет f2rt умножить на 2 в степени 2r. Между прочим, можно было спокойно считать вероятность, тогда не надо было бы на эту степень двойки умножать. Но это вопрос привычнее. Кому привычнее сразу же считать вероятность, может обойтись без вот этих вот умножений на степень двойки. Кому что-то как-то привычнее иметь дело с реальными путями, то скажем так. Вот это число, это количество таких путей, это неправда. Потому что f2rt – это был первый момент попадания, но можно же было ходить сверху, а можно было ходить снизу. Правильно? Поэтому настоящий ответ – это 1 вторая умножить на f2rt. Потому что пути, которые первый раз оказываются в момент 2r на оси арцисс, бывают положительные, но бывают арциссы. А меня пока интересуют только пути обложения. Отлично. После того, как мы здесь оказались, мы должны дойти до точки 2n плюс 2 каким-то образом. При этом положительных отрезочков должно быть, разумеется, 2k минус 2n. Отлично. Мы считаем, что мы для меньших чисел все знаем. Кстати, из этого следует, что нам придется отдельно решить задачу для случая k равно 0. Потому что я сейчас вот так вот сдвигаюсь. А хотя нет, пока что ничего нормального. Пока что нормально. Не нужно. Потому что у меня изменилась длина, поэтому ничего страшного. У меня просто уменьшилось количество шагов. Поэтому все нормально. Итак, я здесь должен пройти 2k минус 2r шагов на оси арцисс. А длина маршрута это 2n плюс 2 минус 2r. Отлично. Значит, здесь пойдет такая штука. У. Помните, там мы доказываем формулу, что это у с номером количества положительных шагов. У 2k минус 2r. Дальше надо умножить на у с номером. Сколько всего шагов минус сколько положительных шагов. Всего шагов вот столько. Значит, 2n плюс 2 минус 2k. Ну и, разумеется, умножить на степень двойки еще. Потому что надо еще взять 2 в степени 2n плюс 2 минус 2r. Потом мы все равно будем это делить, поэтому можно было это и не писать. Но, ладно, уж так для того, чтобы считать именно пути, напишем так. И вот это надо просуммировать по всем числам r от единицы до k. И таким образом мы узнаем, сколько маршрутов, интересующих нас, начались с положительного шага. Хорошо. Теперь вопрос. А мог ли маршрут начаться с отрицательного шага? Отрицательных шагов у нас 2n плюс 2 минус 2k. Поэтому, если количество отрицательных шагов мы обозначим как буквы m, то у нас число m будет пробегать значение от единицы до n плюс 1 минус k. Ну, пожалуйста, сумма по m от единицы до n плюс 1 минус k. Ребята, а здесь абсолютно не то же самое, только с вот этим вот пересчетом. То есть та же самая, одна вторая, та же самая вероятность f 2m, дальше 2 в степени 2m, и дальше мы должны вот то же самое написать. Только тут было написано количество положительных отрезков, а сейчас надо взять количество отрицательных отрезков и вычесть из него... Так, количество отрицательных отрезков, оно вот такое, ужасное и большое. Это будет 2n плюс 2 минус 2k и еще вычесть 2m, да? Вот, дальше надо написать у с номером сколько осталось положительных отрезков, положительных отрезков осталось 2k штук, и еще надо написать 2 в степени оставшиеся 2n плюс 2 минус 2m. Вот, и мы сейчас должны эти две суммы сложить и все это разделить на 2 в степени 2n плюс 2. Ну, теперь видно, что вот эти двойки я описал зря, потому что они все равно сократились. Дальше, одна вторая выносится за скобку, и смотрим, что у нас здесь получилось. То есть, получилось совсем несложный шум. Главное, что мы ее на самом деле с вами уже знаем. То есть, смотрите, одну вторую пишу. Сумма, чего сумма? f2rt, здесь очень важная вещь. Смотрите, r индекс суммирования. f2rt, u2k минус 2rt, да? А вот это от r не зависит. Поэтому я имею право вынести этот множитель и прямо так и написать. у 2n плюс 2 минус 2k умножить на ту самую сумму по r от 1 до k. Так, здесь всего чуть-чуть. f2rt умножить на u, какое там, 2k минус 2rt. Так, поняли, что я написал или нет? Когда есть сумма, то число, которое во все слагаемые входит, можно вынести за слову. Это я сейчас сделаю. Вот надо, значит, внимательно посмотреть. Степени двойки сократились, потому что 2n плюс 2, это как раз 2n плюс вот это. Где двойки сократились. А здесь у меня вот это число вынесло за знак суммы. Все, остальное я переписал. Здесь надо сделать то же самое. Ровно тоже самое. Та же самая одна вторая. Что здесь вынесется? А здесь очевидно, оно вынесется в 2k. Потому что оно не зависит от индии суммирования. Здесь сумма идет такая. А это самое 2k, оно никак от индии суммирования не зависит. Значит, здесь я пишу сумму. По m от единицы до... n плюс 1 минус k, да? n плюс 1 минус k. n плюс 1 минус k. s 2n. 2n плюс 2 минус 2k минус 2n. Ну, господа, на первый взгляд ужас какой-то. На первый взгляд какой-то ужас. Но! Давайте посмотрим на вот это равенство. Помните? Вероятность того, что мы на двоенном шаге окажемся в нуле. Она получается через f и вот так вот выражается. Каждая сумма будет равна u2n? Нет, не совсем. Своему u2n плюс 2. Нет. Вот эта сумма будет равна u2k. А вот эта сумма будет равна чему? u2n плюс 2 минус 2a. Абсолютно верно. И, между прочим, это прелесть, в чем эти суммы равны. Потому что здесь u2n плюс 2 минус 2k умножается на u2k, а здесь наоборот. u2k умножается на u2n плюс 2 минус 2k. Поняли? 1 вторая плюс 1 вторая дает единицу. И получается ответ, что все это вместе это в точности u с номером u2n плюс 2 минус 2k умножить на u2k. Понятно? Господа, я прекрасно вас понимаю, когда вы машете, что вы не поняли, а упал так влияние... Этого breeze привычит к суммам. Такая возможность привычит к сумме.